Я считаю, что абсолютно бесполезно перечислять все регалии этого человека. Я представил бы просто его одним словом, Ермольник. Спасибо. Здорово. Привет. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты известен своей нелюбовью к нашему цеху журналистскому. Заслуженно абсолютно. Ты можешь вспомнить, какой самый тупой вопрос тебе задавали журналисты? Нет, да, легче вспомнить, какой умный вопрос задавали журналисты, чем тупой. Вспомни, какой умный задавали. Хоть один достойный вопрос, чтобы я запомнил. Нет, Жень, я так не вспомню умный. В вашей профессии, независимо от того, телевизионная это журналистика или печатная, так же, как и в нашей профессии, артистов много, но не все одинаковые. Так же и у вас. Есть талантливые, есть люди, которые пришли в эту профессию, потому что им сказали, что там хорошо платят, или можно стать модным. Или можно удовлетворять любопытство. Да, да, да. Поэтому, когда талантливый человек, то с ним интересно разговаривать, потому что он не задает стандартных вопросов, он действительно задает вопросы, на которые тебе самому интересно, самому ответить. Это талант. Тебе мне объяснять не надо. Самый талантливый телевизионный журналист, его, к сожалению, нет, но мы знаем, что он талантливее всех был. Это Влад Листьев, да? С кем бы он ни общался в эфире, всегда было ощущение, что он к этому всю жизнь готовился, именно к этому человеку. Он про него все знает. И самое удивительное, что когда человек оказывался с ним в эфире, было видно этого человека. Влада почти не было. Вот это невероятный талант. Лучше Влада я никого не видел. Кстати, я помню, что вы очень были близки с Владом, и ты с Сюх, и с Салли, и с Владом общались. Я вот отметил, что ни ты, ни Андрей Макаров, вы никогда не пиарились на близости к Листью, в общем-то, в отличие от очень многих. С Владом Листьев история похожа, если мы говорим с тобой о времени, когда Влада не стало, то я максимально уходил от любых разговоров и интервью. Да, да, я, кстати, заметил. А эта история похожа на такую же, как с Владимиром Семеновичем Высоцким. Потому что тот круг вопросов и интересов, он ужасно, он даже не желтый, он такой серо-буромалиновый, бессмысленный, понимаешь? Интересовала не суть Влада, и не то, что я про него, может быть, понимаю и чувствую, а совсем какие-то пошлейшие, банальнейшие вещи. Поэтому, естественно, я всегда извинялся. Кстати, как тебе фильм Высоцкий «Спасибо, что живой»? Знаешь, у нас же есть еще один очень близкий давний друг, это Константин Львович Чарльз. Есть такой, да. Вот, да, и мы с ним действительно много лет дружим, поскольку это его продукт, и это одна из его больших глобальных удач, я бы тоже не обсуждал это, потому что... Окей, проехали. Это не мое кино. Проехали. Это кино для людей. Оно, его показывает людям, которые знали Владимира Семеновича, знали это время, знали эти взаимоотношения, знали всех прототипов. Ну, вот я про прототипов как раз, собственно, здесь... Оно у меня ни с чем не совмещается. Они как бы, если не ругать кино, просто объяснить, почему я его воспринимать не могу, эти прототипы совершенно не похожи на оригиналы. Ну, не имелось в виду прям, чтобы это один в один? Нет. Это все-таки по мотивам. Сейчас я не договорил, Женечка. Они не оторвались от действительности и не сделали художественного. Они застряли между двух стульев. Это как бы все равно, это те люди, которых они говорят, но эти люди совершенно другие. История совершенно другая. И вообще все это другое. Но это не стало художественной неправдой, в которую хочется верить как в сказку, как в изобретение. И не стало документом. Вот и все. Ясно. Вот это главная причина. Я не буду говорить, насколько мучился безруков. Вот он, Сережка, талантлив, невероятно, он двигается правильнее, все. Ну, лицо-то мертвое. Больше полусекунды нельзя показывать. Вот о талантливых актерах. Знаешь, что в чем по мне, мое длитанское мнение, отличие российских актеров от голливудских, что они там все умеют. Вот ты вот на самом деле в этом смысле совершенно голливудский персонаж, потому что ты умеешь все. Я по-английски не говорю. А это не важно. Ты вот все умеешь. Скажи, вот единственный вопрос у меня очень. Ты поешь? Ну как, пою, конечно. Нет, но я пою... Нет, я просто знаю, что поешь. Еще почему, имея, опять же, если мы перечисляем общих знакомых в друзьях, Андрея Вадимовича Макаревича, почему не записать чего-нибудь? Нет, Макаревич со мной мучился три месяца, для того, чтобы я спел одну единственную песню в картине «Московские каникулы». Три месяца он меня дрессировал. А в чем дрессура заключалась? Ну как, потому что я пою с точки зрения сегодняшнего такого бодловатого отношения к способности человека петь. Я пою на уровне того человека, который выпивает и поет. Но 90% драматических артистов, когда хоть один раз спели в кино, они потом диски все выпускают. Я никогда не выпускал и не буду выпускать. Потому что я пою много хуже Макара, хотя Макар тоже поет своеобразно. Я уже не говорю о тех, кто действительно поет. что я могу петь как персонаж драматической истории в спектакле или в кино, но никак не отдельно. Потому что я так воспитан своими учителями, что если я что-то делаю прилюдно, я это должен делать, чтобы никому за меня стыдно не было. Я должен это делать высокопрофессионально и талантливо. А петь, я еще раз повторяю, могу для собственного удовольствия, но в этого удовольствия особо не получится. Жадный ты человек, не хочешь для удовольствия других попить. А учителей своих, ты упомянул, кого ты числишь своими учителями? Ну, это хорошо известно. Это, в первую очередь, мой главный учитель, это Игорь Васильевич Катин Ярцев. И не только мой. Ну уж да. Его могут учителями... Могли и могут называть многие, в частности, из ныне здравствующих и живущих, гениальных и замечательных, это Костя Райкин. А из тех, кого нет, это Юра Богатырев, это Наташа Бундарева. У Юрия Васильевича, я думаю, что у него, ну так, приблизительно 600 выпускников. Из них, я думаю, что по процентному КПД, те, кто стал, ну скажем, говоря, опять-таки, не звездами, но во всяком случае, теми, кого знает зритель, я думаю, что он наверняка победитель. Странно, потому что, возвращаясь к твоему непению, к тому, что ты не пеешь, потому что мне всегда казалось, что ты тот человек, который умеет конвертировать, ну вот, все, что Бог дал, ну, условно говоря, в нечто материальное. Я здесь с изумлением прочитал интервью у фотографа Плотникова о том, что Абдулов и Ермольник, у него снимались ню, потому что не хватало на колбасу. Я всегда помню, что не хватало, это буквально текст. Мне всегда казалось, что Ермольник был один самый... Ему не хватало на колбасу или нам? Нет, вот имеется в виду, что вам с Сашей... Мне казалось, что вот, я помню, что у тебя всегда в одного из первых вообще в Советском Союзе еще в те времена появилась иномарка. Женечка, я не понял вопрос. Вернее, заявление Валеры Плотникова, моего старого, древнейшего друга. Что имело в виду, что мы снимали, чтобы заработать денег? Ну, я понял, что да. Может быть, я просто неправильно он понял. Он имеет в виду совершенно другое. Да. Какая-то глупость, и, может быть, это не... Я сейчас просто загружу это интервью. Я не мог так сказать. Он имеет в виду, я знаю, какую фотографию. Да, вы где был еще с Абдуловым? Он имеет в виду фотографию, извини. Это одно из его великих произведений. Ну, по твоей придумке имеется. Потом Сашка Абдулов придумал, Витя Иванов, Миша Перченко и я. Нас было четверо. Мы были близкими друзьями, много лет дружили с Ленкой Кореневой. И у Ленки был день рождения. Если я не ошибаюсь, то ли 25 лет ей было. Скорее всего, 25. Да. И мы решили подарить пластинку «Марш славянки». Как великая русская физика. Но помнишь, пластинки продавали с конверта? Конечно, помню. И мы сделали обложку этого... Для этого нужна была фотография. И мы снились абсолютно голыми. Вот, поскольку... Вы это кто? Ты, Абдулов и... Не знаю, будет ли рад Миша Перченко, что я об этом говорил. Но прошло столько лет, что будет рад. И Витя Иванов, каскадер. Ну, Виктор Петрович. Ну, да-да-да-да. Да. Мы вчетверо. Потому что мы действительно очень близко дружили. И хотели сделать что-то оригинальное. Оригинальное получилось. Мы там с музыкальными инструментами. У кого-то туба. У кого-то кларнет. У кого-то гитара. Я уже сейчас не помню. Надо фотографии посмотреть. И мы все абсолютно голые. Но причинных мест не видно. А я вообще лежу. Ребята стоят, по-моему. А я лежу поперек. И у меня вот здесь розочка. Фотографию-то я видел. Фотографию-то достаточно литой. Фотографию гениальны. Смотри, чтобы... Но искаженная информация, что мы это сделали для... Это не для денег. Смотри. Вот я тупо загрузил. Деньги тогда получил Плотников за то, что нас снимал. Я знаю. Ты вот видишь, что здесь написано. Стояли времена дефицита. Это когда актеры ездили и выступали за колбасу. Этим занимались и Абдулов с Ермольником. Этого это... Пусть и сейчас завидуют. Из песни слов... У нас всегда было больше, чем на колбасу. Нет, я всегда знаю. Вот у тебя-то точно. Я помню, что ты один из первых там Бэхой обзавелся. Мы замечательно зарабатывали с Александром Гавриловичем, с Олегом Ивановичем. Я сейчас вспомнил, почему возникла эта тема. Да. Дело в том, что один раз Сашка Абдулов, по-моему, навалял Валерия Плотникова. То ладно. Да. А навалял он по одной простой причине. Потому что прошло много лет, я уж сейчас не помню сколько, может быть 10, может быть 12. И Плотников, сошедший с ума, разрешил напечатать эту фотографию в каком-то издании публичном. То ли комсомольская правда... Он говорит, что у него то ли выкрали, то ли попросили. Нет, нет, нет. Это легенда Плотникова. Он точно... Вот он как раз за деньги разрешил это кому-то напечатать. Это к доктору не ходит. И даже если Валера нас услышит или увидит, я это могу и принес к этому и без него. Он может быть уверен, что он и услышит, что увидит. Так что вот это вот мы снимали с ним, потому что нам нужны были деньги, это Валерии нужны были деньги. Потому что на наших лицах, а еще в полуобнаженном состоянии, можно было заработать денег. Не, ну там же такая муля была, что ведь было сделано два изображения в одинаковой мизансцене. Вы в смокингах и дни. Там две стороны, как называется правильно, пакет для конвера. Ну да. Для конвера пластин два. Мы, с одной стороны, мы все во фраках бабочки, а с другой стороны голые. Имелось в виду, что их вдвоем надо и печатать. А напечатали как бы вот совсем маленькую, где вы одеты. Я думаю, что во фраках у Валерки не брали, а брали только там, где у него. Нет, напечатали действительно две, но его просто подставили. Потому что ему сказали, что напечатают обе фотографии. Но ты же понимаешь, что можно делать. Одну дали марочкой, а вторую на пол полосы. Даже если бы обе напечатали, все равно бы он получил это Абдулова. Да. Это можно делать, во-первых, только с разрешения, потом это была сделана работа, то, что называется, ручной работой и для разового использования. Ну и для конкретно. Единственное, что он мог бы напечатать, могу честно сказать, у кого права на это были, это Лена Коренева. Но она этого никогда в жизни не сделала. Нет, ну я считаю, на самом деле, фотография-то я увидела, она офигенская. Да, она замечательная. Просто, еще раз повторяю, что, ну, Сашка был как бы резче, чем мы все вместе взятые, поэтому, безусловно, нужно было его предупредить об этом. Надо было спросить. Нет, с ним можно было договориться, да, действительно. Ну, я считаю, что это забавная история, давно минувших дней. Давай, ну, от давно минувших дней, давай придем к тому, что называется актуальным. Просто расскажи тупо, чем ты сейчас занимаешься. То есть я-то это знаю. Сейчас строю дом. Так, расскажи, это интересно. Третий в своей жизни. Да. Ну, дочка выросла, вот, в первом доме, как ты знаешь, который я первый построил, это было в конце 80-х, до новорусских времен. И у меня практически у первого был загородный дом среди всей нашей тусовки. Тогда даже Алла Борисовна Пугачева говорила, Ленька, у тебя дом? Да, у меня у первого. Вот, потом в этом доме много лет прожил, я его продал, ну, правда, я построил следующий в этой же деревне. Этот дом я продал Андрюшке Макаревичу, он там много лет прожил. А сейчас я живу в доме, который вот тогда я построил в 92-м году. Просто дочка выросла. Я надеюсь, что имеет смысл надеяться на появление каких-то внуков. Вот, и тот дом, в котором мы живем, наверное, мы бы поместились. Но комфортнее было бы, и потом я люблю строить дома. Для меня это такой процесс... Ты такой городский? Нет, это такой процесс, где я действительно могу все контролировать, в отличие от кино, от театра. И мне нравится в хорошем смысле созидать, когда на твоих глазах что-то растет, когда ты можешь винить только себя в том, что если ты что-то не так спроектируешь или сделаешь, или исполнишь. Вот, я это делаю с удовольствием. Я шучу, конечно. Естественно, я работаю. Работаю с удовольствием в театре «Современник». Ну, как работаю? Играю спектакль с Сережей Гермашом. Спектакль идет уже два сезона. Не стесняясь, могу сказать теперь уже, по прошествии двух сезонов, что этот спектакль модный. О, да, это модный абсолютно спектакль. Да, ты, наверное, слышал. Конечно. Его смотрят по два, по три раза все. Самое приятное, то, что его смотрят по два-три раза даже мои близкие коллеги, достаточно искушенные люди, или, как мы уже используем, звезды, чтобы получить удовольствие и настроение. Мне это очень лестно. Ездим на гастроли. Это как бы вот одна... На гастроли по стране? По стране, да. За границу нас тоже зовут. Куда? И в Америку, и в Израиле, в Германию, и в Австралию. Просто это уже не мое дело, это дело театра, поскольку, несмотря на то, что я как бы автор этого проекта и инициатор этого проекта, но спектакль – это спектакль, репертуарный спектакль, театр «Современник». Поэтому это дело театра, куда мы едем, не едем. И мне как бы... Я больше всего люблю играть на стационаре, если честно. Потому что, если хочется поехать в Америку, можно сесть в самолет, полететь. У тебя же Людмила, да? Сестра у тебя, по-моему, в Нью-Йорке, да? Да. У меня и Людмила, и мама очень много лет, и у меня очень много друзей. И я там много раз бывал. И я не очень люблю ездить туда на гастроли, там особо зритель. Зритель, абсолютно. Абсолютно. Когда-то в 88-м году мы поехали, это были первые гастроли драматических артистов в Америке. Нас пригласил Вадим Муллерман, он уже антрепризой занимался, такое приглашение. Саша Абдулов, Макаревич и я. Мы объездили все штаты, у нас было 20 концертов. Мы получали по 300 долларов каждый за концерт. По тем временам, это, ты не представляешь, немыслимый день. Но я не для этого это рассказываю. Не все концерты состоялись, не везде собрались наши эмигрантские круги. Концерты были в синагогах, в каких-то кибуцах. Ну, в общем, 5 часов вечера. Я никогда не забуду концерт, на котором сидело человек 12 в зале, в большом такой школьном зале, часов 5 вечера в Квинсе. И я вышел, поздоровался, всех представил, сказал, что мы рады, мы счастливы. Ну, как, работать надо. Мы же не просто так, и люди пришли. Вот. И что-то я там посмешил их вначале, как бы, как это называется, на разогреве, да. Потом, в следующем, я представил Сашу Абдулову. Саша Абдулов такой весь политически выдержанный, про театр Ленком, рассказал про себя, что-то там, это, и представил Андрюшку. Андрюшка шел в середине. Макаревич, Макаревич. А Макар просто с акустикой, да? Макар, да, с акустикой вышел и пел песню. На третьей песне пожилая женщина, сидя с ребенком на руках, она сказала, Андрей, скажите, а что-нибудь новенькое у вас есть? После этого надо было видеть Макара. Он встал абсолютно на подкосившемся, и просто тупо, тихо ушел за кулисы. После чего вышел я. Я должен был в конце, я же в Пантаминке, Жванецкого читал, ну, смешное в конце. Я вышел, тоже шокированный этим заявлением, оно такое было бесцеремонное, хамское. Такое ощущение, что мы приехали к ней на кухню. В общем, это и выглядело, 9 человек. Я говорю, простите, пожалуйста, сколько стоил билет на наше выступление? Между прочим, 9,5 долларов. Ну, что-то такое сказать. Я говорю, хорошо. И при том, что у нас денег особо. Я раздал всем 9 человекам по 10 долларов, и концерт на этом закончился. Вы слышали, это так на тебя похоже? Я помню, это немножечко, может быть, так в сторону. Я помню все время какие-то ресторанные, ну, в начале 90-х, когда кооперативные эти рестораны появились в дорогах, когда все собирались рассчитываться, потом выяснилось, что Ермольник за всех заплатил, там, перед этим свалив. Это такая была... Это я люблю и даже горжусь этим, потому что сейчас вот когда вспоминали, много было программ про мусульман, Муслима Магомаева, которого мы все обожаем. И одна из историй, которые несколько раз в разных эфирах повторяли, что он никогда никому не давал рассчитываться. Когда он шел с друзьями, это большое счастье, когда ты идешь с друзьями, и когда тебе в радости, и у тебя есть эти деньги. Собственно говоря, для этого ты работаешь и живешь. Для того, чтобы именно делать эти красивые, не красивые, а правильные жесты. Ну, сейчас я к тому, что на колбасу у Ермольникова всегда было. У нас не только на колбасу. Мы зарабатывали тогда с Сашей, мы зарабатывали, если симметрично смотрим, мы зарабатывали много больше, чем я зарабатываю сегодня. Хотя сегодня там, скажем, ставка за мой съемочный день за один больше раз в десять, чем раньше получал за целый фильм. Ну, просто деньги изменились, покупательная способность денег изменилась и так далее. Ну, ладно, бог с ним, с материальным. Это не важно, у нас же мы не экономическая программа. Да, мы о высоком говорим. Скажи, пожалуйста, чем занимается дочь у тебя? Дочь закончила Строгановку, она занимается стеклом, если как, специализацией. Вот, она витражи, посуда. Ну, она художник по стеклу. Я помню, какую-то классную фотографию монохромную, где она на тебе сидит. Это, по-моему, Михайловская, по-моему. Чуть-чуть чудесная фотка была. Сейчас я путаю фамилию потом. Ну, ладно, это не суть важная. Замечательно, да, с развивающимися. Ну, а супруга? Ну, Ксюша, как всегда, как она у нас. Саша в нее, Ксюша художник, работает в театрах, в лучших, главных, и делает кукол, которые очень популярные. Занимается дизайном помещений. Ну, у нее такая многопрофильная. С недавнего времени у нее есть замечательная мастерская, на Арбате я ей подарил. И она там моделирует одежду. Считается такое элитное. Но оно сделано не столько для бизнеса, сколько для открытий и художественных изысков, скажем так. Чтобы не расценивалось то, что я говорю, как реклама. Наоборот, туда попасть нельзя. Нет, пусть нормально у нас можно и рекламировать, если есть что-то. Вот, ну что, ты спросил про театр. Я надеюсь, что, может быть, к Новому году, наконец, Алексеевич Герман закончит «Трудно быть богом». Я даже хотел бы просто это знать, что это тема для тебя. Да, ты интеллигентный человек. Да, я просто, вот это у меня была табуированная тема. Ну, в общем, уже скоро 13-й год, или он уже идет, или заканчивается. Да, это просто фантастика. Ну, вроде, к концу года он обещает. Но он не всегда здоров. Ну да. Но кино готов. Кстати, про здоровый, просто тупо шкурный вопрос. Что ты вообще делаешь? Вот, ну, как ты умудряешься вот в такой форме быть и так делать? Да ладно, форма как форма. Да нет, ну, я вот просто смотрю на... Ну, если солдат в строю, он всегда себя лучше чувствует, чем в госпитале. Просто работа. То есть никаких диет там волшебных? Нет, ну, конечно, как-то я... Ну, ты в чем-то себя ограничиваешь там. Могу тебе сказать, что я и не так уже и хочу жрать. С возрастом организм расти перестает и меньше требует. Но, естественно, стараешь как-то... Не так, чтобы с утра до вечера думал, вот съесть морковку или съесть кусок мяса. Да. Нет, ну, просто я, как правило, ем один раз в день не потому, что диета, а потому, что у меня так организм устроен. Ну, иногда хожу в спортзал. Но чаще хожу, если предстоят какие-то съемки, просто для того, чтобы размяться и быть в форме. Что я... Плаваю. Ну, в естественных водоемах или... Потому что от увлечения на бильярде форму всегда не поделишь. Да, да, кстати, да, про бильярд хотел сказать. Ну, единственное, что я могу пожелать отечественному шоу-бизнесу, театру и всем отраслятым шоу-бизнесам, чтобы они были в такой форме, какой является... Спасибо тебе большое за комплименты. ...передурительный. Это не комплименты, это просто... Я то, что вижу, то говорю, как им, просто тупо. Чтобы наш шоу-бизнес был в такой форме, в которой мы видим Леонида Ермольника. Можно зарабатывать сколько угодно денег, главное не тратить все на еду. Вот это пожелание всего. Мы с тобой поняли, что не в колбасе счастья. Огромное тебе спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok